Валитуда.ру Что это значит для тебя, твои чувства, ощущения по этому поводу? Могу сказать, для меня это значит очень многое. Мы с Сашей прошли очень большой путь. Мы 8 лет работаем вместе. Он за это время значительно вырос как спортсмен, ну а я как менеджер. Я считаю, что мы достигли многого. Путь был нелегкий, но мы его преодолели. И этот чемпионский пояс – это определенный этап как в его карьере, так и в моей. И в тот момент, когда этот пояс был на него одет, ну я был счастлив, вам бы сказать. Мне было очень приятно. Алексей, ты организовал выступление в БеллатР большому количеству бойцов из России. Как относится в самой организации к такому русскому нашествию? Что говорит президент Бьерн Ребни и другие функционеры? Ну, нормально относится. Дело в том, что мы же не просто подписали туда большое количество бойцов, хотя ребят действительно много. Мы подписали туда много классных бойцов, очень хорошего уровня. То есть ребят, которые на сегодняшний день являются, пожалуй, лучшими бойцами в своих весовых категориях в России. Да, и мы, в общем-то, работаем с ними и дали им возможность защищать честь нашей страны на одной из, скажем так, высочайших арен мира. Так что организаторы относятся к этому хорошо, потому что ребята выступают, слава Богу, успешно, показывают яркие, интересные бои. А это тоже важно. Хотя, надо сказать, что происхождение бойцов тоже имеет значение. Потому что, конечно, проще продавать для американского телевидения бойцов американского. Ну, во-первых, это из-за языка, что они говорят по-английски. Во-вторых, что проще разным категориям зрителей ассоциировать себя с тем или иным бойцом. То есть, если у бойца есть какая-то история, которую можно еще немножко преувеличить, раскрутить с помощью пиара, это всегда хорошо. Но наши ребята тоже, мало того, что спортсмены хорошего уровня, они, кроме этого, еще и такие достаточно яркие личности. Поэтому таких бойцов, как Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Александр Сардновский, их уже очень хорошо принимают. И Магомед Расулхас Булаев хорошо себя классно показал. То есть, и Александр Волков, и Миша Зайцев. В общем, все ребята, в принципе, да, кто выступает, даже кого я сейчас не назвал, в принципе, они хорошо себя зарекомендовали. И мы довольны сотрудничеством. Алексей, насколько хорошо знают наших центральных бойцов, типа Александра Шлеменко, в США, можно сказать, что Шторм достаточно известен за океаном? Теперь уже можно сказать, тест очень простой. Мы сегодня были в трех магазинах, во всех трех магазинах несколько человек Александра узнавали. Подходили и говорили, что классный бой был. Вот, прошедший четверг. Благодаря сотрудничеству со Спайк, да, это крупный канал, который смотрит большое количество зрителей, и именно зрители, которые являются, скажем так, целевым сегментом для ММА промоушенов, благодаря этому, в общем, узнают. Узнают, так что, да, так можно сказать. Алексей, каковы планы минимум и максимум у команды Росфайтерс на этот сезон в Белатар? Ну, сразу скажу, что планов минимума у нас нет. У нас планы всегда были амбициозные. Очень надеемся, что наши ребята продолжат выступать в том же ключе, в котором они выступали до этого. Да, и Андрей Корешков, у него предстоит в этом бою бой за титул. Надеемся, он этот титул завоюет и, более того, защитит его раз, а то и два. У Александра Шлеменко предстоит защиту титула. У нас ребята дерутся практически во всех весовых категориях, во всех восьмерках. И в этом восьмом сезоне, я думаю, в следующих. То есть это пояса чемпионские, это победа в Гран-при. Вот, вот такие планы, если говорить о Белатаре. Расскажи, пожалуйста, что случилось с Александром Сарнавским? Продолжит ли он выступать в этом Гран-при? К сожалению, Александр Сарнавский не будет выступать в этом Гран-при больше, потому что он получил травму во время боя в четвертьфинале против Тиаго Мишеля. Он сломал руку, у него перелом левой руки в области кисти. Травму он получил буквально на первой минуте первого же раунда. Он нанесал удар в блок, в твердую часть головы соперника. Вот, именно поэтому, кстати, изменилась его тактика на бой, да? То есть вы обратили внимание, что в конце первого раунда, во втором раунде он переводил бой в борьбу, где, в общем-то, он бой выиграл. Сразу после боя мы сделали снимок, прямо там. Он показал, что есть перелом. Но мы все равно, вернувшись в Калифорнию, обратились к специалисту, именно по травмам кисти. Вот, это было в прошлый вторник. Он сказал пройти дополнительное обследование. Мы это сделали, потом пошли опять к нему в четверг. Ну, в общем, операцию делать ему не надо, но рука должна быть в покое минимум 6 недель, поэтому он в полуфинале выступить не сможет. Но в то же время, как только он восстановится, в следующем же гран-при 70 кг, он, естественно, примет участие. Там место ему гарантировано. Что ждет Михаила Царева и окопа Степаняна? Увидим ли мы их вновь в Белатар? Ну, к сожалению, Михаил Царев не смог показать все то, на что он способен в сетке Белатар, и поэтому контракт с ним расторгнут. Что касается окопа Степаняна, несмотря на то, что свой последний бой он решением проиграл, бой показал он яркий, интересный, зрелищный. И нам удалось договориться, что ему уже в этом сезоне дадут еще один бой, рейтинговый. Скорее всего, это будет в конце февраля. И если он его выиграет при этом условии, он попадает в следующий гран-при, 66 килограммов, когда бы он не стартовал. Алексей, появилась ли ясность по дате боя Корешков-Аскрен? Нет, не появилась. Мы сами эту дату ждем с нетерпением, потому что нам надо планировать его подготовку, но пока такой даты нет. Троллинг на взвешивании давно стал обычной практикой. Вспомним звонок Фалькао или футболку Хабиба Нурмагомедова. Ты не хотел бы, чтобы твои подопечные тоже добавили немного шоу в свои выступления? Но тут дело не в моем желании, чтобы кто-то с ребят, с кем мы работаем, добавили шоу. Главное, чтобы это все было органично и талантливо. То есть, чтобы, допустим, то, что названо в вопросе троллингом, чтобы это было весело, чтобы это сочеталось с образом бойца. Когда что-то делает Сетманкова, мы всегда за. Кстати, если говорить, например, о переведенных примерах, как вот нам показалось, что то, как себя повел Майкель Фалькао, ну, я бы не сказал, чтобы это было как-то очень здорово. В то же время футболку Хабиба Нурмагомедова мы оценили. Это было весело. Канал Россия-2 наконец вновь начал показывать турниры Белатр. Продолжит ли Россия-2 показывать ивенты восьмого сезона? Или это была одноразовая акция по случаю боя Шлеменко? Ну, насколько я знаю, будет продолжен показ турниров и восьмого сезона, и летней серии, и девятого сезона, который будет осенью. У нас там выступает много ребят, как мы уже говорили. Так что, насколько я знаю, там все будет нормально. И это очень хорошо, что наши зрители, наши любители спорта, любители ММА смогут видеть в прямом эфире, в хорошем качестве ММА на самом деле мирового уровня, и следить выступления и поддерживать лучших наших бойцов. На турнире Белатр-89 российский нокаутер Султан Алиев встретится с датским финансером Микелем Парло. Что скажете об этом бое? Ну, мы считаем, что у Султана все шансы этот бой выиграть, поскольку у него несравненно лучшая борьба, чем у Парло. Хотя Парло тоже опасный соперник, мы его не недооцениваем, у него хороший сильный удар. Но мы считаем, что вообще у Султана достаточно хорошие шансы, в принципе, удачно выстрелить в этом гран-при и его выиграть. Планируешь ли ты подписывать отечественных бойцов в Белатр и дальше? Кого и когда? Здесь ситуация такая. Ну, как уже известно, мы подписали уже достаточно большое количество ребят в Белатре. Сейчас у нас идет восьмой сезон, и в принципе уже сетки каждого турнира, вот этого входящего в этот сезон, они уже распределены. И подписывать новых ребят в течение этого сезона мы пока не планируем. То есть на летнюю серию, на осенние турниры, да, будем работать, но в ближайшее время мы пока подписаний не планируем. Бага Агаев потерпел три поражения подряд и с лета пропал со всех радаров. Чем он занимается сейчас? Будет ли он выступать в ближайшем будущем? Ну, к сожалению, да, у Баги были три этих обидных поражения подряд. Сейчас он тренируется, скорее всего, ближайший его бой состоится в районе марта. Продолжаешь ли ты сотрудничать с Super Fight League? Кто и когда из наших ребят будет драться в Индии? Да, продолжаю. Вот как раз, возвращаясь к предыдущему, вопросу, скорее всего, как раз Бага Агаев выступит в марте на Super Fight League. Юлия Борисова также. Так что мы продолжаем с ними работать, продолжаем с ними сотрудничать. Алексей, скажи, будут ли в ближайшее время твои бойцы участвовать в турнирах в России и за рубежом, но не в Белатар? Обязательно, обязательно. Ребята, которые подписаны в Белатар и успешно в нем выступают, да, они продолжат нам выступать. Но есть же еще бойцы молодые, которым необходимо накапливать опыт. Вот они будут его накапливать, выступая на российских турнирах. Тем более, что мы очень плотно дружим и сотрудничаем, и, в общем-то, помогаем проводить турниры на Дальнем Востоке. Да, это турниры Дальнем Восточной Федерации Панкратиона. Это Хабаровск, Владивосток. 20-го отеля будет турнир в Владивостоке, 25-го мая в Хабаровске. Очень хорошие, интересные турниры. Также ребята, кто успешно себя показывает на российских турнирах, мы делаем бои в Азии, в Европе. Или приводим иностранных соперников, с которыми они выступают, убьются на рингах и в сетках в России. И те, кто уже показывает себя хорошо там, мы уже имеем основания их предлагать крупным американским промоутерам. Президент UFC Дана Вайт заявил, что промоутерам собирается скоро прийти в Россию. Как ты считаешь, это реальный план или очередные обещания? Сможет ли Вайт организовать достойный турнир без кооперации с местными промоутерами, знающими подход к российской бюрократической системе? Ну, мне трудно говорить о планах ближайших и долговременных корпораций ЗУФа и Дэйна Вайта. Единственное, что можно сказать, это то, что UFC, в первую очередь, это бизнес-структура, нацеленная на зарабатывание денег в ближайшем будущем или в перспективе. Как правило, перед тем, как прийти в какую-либо страну, они обычно сперва несколько лет продают туда свой телевизионный контент, чтобы создать, скажем так, тот сегмент зрителей, которые будут готовы покупать билеты или покупать кайпервивы, если есть к этому технические возможности, или спонсоров местных заинтересовать. В России этого пока проведено не было. Что касается провести турнир, то, да, конечно, это все возможно. Единственное, что вопрос, сколько это будет стоить, это будет явно такое дорогое удовольствие. Если они сочтутся за нужным, они сделают, но, опять-таки, исходя из логики, я думаю, пока для этого еще рано. Будет ли Александр Шлеменко драться до защиты титула? Имеет ли он возможность теперь выступать за пределами Белатар? Возможно ли нетитульные супербои в Белатар? Ну, если говорить о ситуации на нынешний день, следующий бой у Александра, защита Тизла, состоится летом. Это будет либо июнь, либо июль месяц. Перед этим у него боев не планируется. По нынешней ситуации, чемпионы организации выступать за ее пределами пока права не имеют. Но мы планируем разговаривать и общаться на эту тему с руководством промоушена, для того, чтобы, может быть, достичь каких-то соглашений, сделать какие-то подвижки. Потому что и Александру, как бойцу, ему интересно выступать чаще, ну, часто. Чаще, чем 2-3 раза в год. Гораздо чаще. Он привык выступать 6-7 раз в год, для него это комфортное состояние. Поэтому, ну, посмотрим. Многие фанаты упорно хотят переселить Шлеменко в UFC. Расскажи, пожалуйста, какие у Александра планы на ближайшие год-два? Ой, ну, сразу скажу, что так вот не бывает, что спортсмен выступает в каком-то промоушене, потом он в раз и переходит в другое место, вон и сего. Тем более, если этот боец находится в раме чемпиона. Сейчас у Александра действующий контракт с Белатром, который еще действует какое-то количество времени. Что закончится быстрее? Вот этот период времени или то количество боев, предусмотренных в контракте. В течение этого времени, когда контракт действует, касается это Александра или любого другого бойца. Другие промоушены, они даже с ним не разговаривают, они не имеют на это права. Как и боец, не имеет права вести переговоры с другими промоушенами, находясь в рамках промоушена, с которыми у него контракт. Когда контракт заканчивается, идет период эксклюзивных переговоров. Как правило, это два месяца, когда боец разговаривает только со своим промоушеном о продлении отношений. Если у них соглашение не достигается, тогда боец имеет право принимать приглашение других промоушенов и обсуждать их со своим промоушеном, с которым он работает. Если промоушен, с которым он работает, не делает предложения такие же по уровню, как другие, он может перейти в другие промоушены. Вот это так происходит. Поэтому говорить о том, что сейчас, неважно, Александр или любой другой боец, стал чемпионом, допустим, Белатар, и все, теперь пора переходить в UFC, но это даже не разговор, это что-то из области какой-то, не знаю, фантазии. Поэтому сейчас у нас план Александр стал чемпионом, защитить титул в свой несколько раз, а потом, к тому времени, когда контракт будет подходить к концу, там мы уже посмотрим, да, то есть там уже будем принимать решение, исходя из той ситуации, которая будет на тот момент времени. Алексей, теперь нескромный вопрос. Сколько Шлеменко получил за титульный бой против Фалькао? Ну, вопрос действительно нескромный, да, то есть это информация конфиденциальная, и разглашению не прилежит. Какие у тебя планы по подготовке наших ребят в США? Будут ли новые кэмпы интересны и спарринг-партнеры? Обязательно, обязательно. Вот нынешний тренировочный лагерь, это уже, если я не ошибаюсь, пятый по счету, и мы стараемся каждый свой последующий лагерь сделать более интересным, более насыщенным, чем предыдущий. Мы общаемся с большим количеством тренеров, владельцев залов, спарринг-партнеров для того, чтобы, ну, мало того, чтобы сделать этот лагерь еще больше и интереснее, да, чтобы там узнавать какие-то более новые технологии, для того, чтобы облегчить ребятам, которые находятся в этом лагере, и бытовые условия, чтобы сделать их досуг интересным. Это все, тем более, что, как вы знаете, все больше бойцов сейчас выступает в Белатаре, да, и поэтому одно дело сделать лагерь для одного человека, для трех человек, а когда в лагере находится там 8-10 человек, бойцов, плюс секунданты, да, ну, тренера их, вот, то это уже определенные бытовые ситуации, то есть это где расселить, начнем передвигаться, да, то есть договоренность с залом. Ну, все мы это делаем, все работаем, и дальше, в дальнейшем, я думаю, наши лагеря будут все лучше и лучше. Алексей, есть ли подвижки в вопросе организации единого зала, центра подготовки Росфайта с Россией? Я знаю, что вы вроде хотели это организовать. Да, такие подвижки есть, а дело в том, что на всей протяжении деятельности по СК Росфайтерс мы всегда старались ставить перед собой такие амбициозные, но реалистичные цели и их достигать. То есть наша цель – это быть лучшими, ну, во всех начинаниях, чем мы занимаемся. Сейчас мы чувствуем, что пришел тот момент времени, когда оптимально, надо уже делать свой зал, но зал, который мы открываем, планируем открыть уже с сентября месяца в городе Санкт-Петербурге. Это должен быть не просто зал, таких много. Во-первых, там у нас есть уже договоренности с университетом Лесгофта, то есть обязательно должна быть какая-то научная база, научное обоснование всей деятельности тренеров, спортсменов и так далее. Во-вторых, у нас уже есть уникальная система Александра Шлеменко, да, вот система подготовки бойцов, уже опробованная им на его учениках. Также, как Александр, так и мы имеем возможность путешествовать по различным лучшим лагерям в США, общаться с различными тренерами, спортсменами, собирая последнюю информацию по подготовке спортсменов, по подведению в углу, по сгонке веса, восстановлению веса и по массе других вопросов, всю эту информацию мы собираем и обладаем для того, чтобы реализовывать ее в зале, работая с нашими спортсменами. Также мы, в общем-то, уже пришли к обоснованному выводу, что чем раньше спортсмен-боец начинает заниматься именно смешанными единоборствами по грамотной программе на нормальном уровне, тем быстрее и успешнее он сможет выступать в дальнейшем на лучших мировых аренах. Поэтому в этом зале мы будем заниматься как с юношами, то есть с детьми, да, для того, чтобы сразу начать их уже готовить, используя вот эти перечисленные новейшие методики, для того, чтобы когда они уже достигнут такого зрелого спортивного возраста, чтобы за кратчайший период времени довести их сразу до спортивных решений. Алексей, уже известно место расположения этого зала? Нет, неизвестно. Как раз сейчас мы занимаемся поиском помещения, поэтому если у кого-то есть какие-то идеи или предложения, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием их обсудим. Алексей, спасибо. Если хочешь, несколько слов напоследок. Наш микрофон в твоем распоряжении. Хотел бы, во-первых, поздравить еще раз Александра Шлемяка с завоеванием поиском чемпиона мира по версии БеллатР. Также хотел бы пожелать всем нашим ребятам, которые сейчас продолжают выступать в БеллатРе, у них предстоит тяжелый путь, пожелать им успехов, побед, чтобы они радовались своими победами и себя, и своих близких, и всех своих поклонников. Также всем бойцам, с кем мы работаем, с кем мы не работаем, пожелать здоровья, поменьше травм и успешных выступлений. И всем поклонникам, фанатам ММА пожелать зрелищных боев, чтобы они поддерживали. Поддерживайте бойцов, поддерживайте нас, смотрите турниры. И всем хочется пожелать здоровья, успехов и побед. Специально для valetuda.ru Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!